На 35-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже наша страна большинством голосов была избрана членом Исполнительного совета данной международной организации на 2009-2013 годы. Подобное признание не случайно. Узбекистан, тесно сотрудничая с ЮНЕСКО, продолжает восстановление и возрождение материальных и нематериальных культурных памятников. Недавно список нематериального культурного наследия человечества пополнился песнопением народов Ферганской долины Узбекистана Кяташуля и праздником Навруз. Ранее в вышеназванный список были включены шашмаком и культурные наследия региона Байсун. Специфика, народное творчество и впечатляющие музыкальные мотивы в красочном сюжете Саиды Давлетовой. Что все гениальное и просто, уникальный жанр готов подтверждать из ноты в ноту. Без прекрасных аранжировок и помощи аккомпанемента. Голос и только. Точнее, непревзойденный вокал, через столетия доносящий эхо народного таланта в напевах Кяташуля. В живой мелодике строки о любви, жизни, ее философии. А на вопрос, чем же объяснить рождение подобного жанра, обычно отвечают, так а песня просто не могла не родиться, ведь в ней размах души, щедрый и открытый, грани чувств, искренних и глубоких. Это особый, специфический, самобытный жанр, который получил распространение в Ферганской долине. Само название говорит, что это большая песня, но это большая в том смысле, что там содержание, масштаб. Само исполнение отличается в этом отношении. Человек, который занимается этим творчеством, он должен быть вообще в профессиональном отношении подготовленным. Это народное творчество, мы говорим. Во всем мире теперь будут знать, что такое Каташуля, что собой представляет, какая специфика, какая манера пения. Секреты высокого вокала сегодня постигают и на уроках в образовательных учреждениях республики, продолжая традиции школы большой песни. И так отныне она в списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Напомню о существовании нескольких программ и организаций, по которым отдельные объекты Узбекистана отнесены в различные списки Всемирной Сокровищницы. Ранее в перечне, основанной на Конвенции об охране нематериального культурного наследия, были включены культурное пространство Байсуна и классическая музыка Шашмаком. В золотом списке исторические города страны Бухара, Шахрисяпс, Самарканд, крепость Ичан-Калаф-Хиве. В реестре память мира, святой Коран Османа и коллекция уникальных рукописей Института Востоковедения Академии Наук Узбекистана. В список достояния в этом году вошел и всенародный праздник Навруз. О том, как дорог он для нас, напомнит и символичная хроника современного Узбекистана. Это был первый праздник, о всенародном праздновании которого главой государства Исламом Каримовым был подписан соответствующий указ. Вот так День весеннего равноденствия, всегда далекий от политики и конъюнктуры, встал у истоков возрождения культурных ценностей. А предложение включить его в реестр с мировым значением было поддержано без вопросов. И еще многие совместные шаги на счету сотрудничества во имя культуры, в рамках которых организовывались и проекты постоянного участника миссии сохранения и развития традиций фонда форум. Наш общий праздник, который имеет древнейший город Навруз, тоже стал наряду с другими государствами, и Узбекистан подключился к этому, тоже стал шедером нематериального культурного наследия. В Наврузе сосредоточены не только, скажем, определенные обряды, обычаи, но все виды народного творчества, начиная от искусства слова, кончая зрелищным искусством музыки. Радует то, что наше богатство, наше духовное богатство, то, что народ сохраняет, бережно несет и передает молодому поколению, оно вот становится таким шедеральным. В интересах сохранить наследие совершенствуется и законодательная основа. Специалисты выделяют особое место в действующей нормативно-правовой базе документа, одобренного Сенатом в августе этого года. Речь идет о законе, о внесении изменений и дополнений в закон Республики Узбекистан об охране и использовании объектов культурного наследия, который предусматривает нормы о четком разграничении материальных и нематериальных объектов, что увеличивает шансы последних закрепиться в золотом достоянии. В законе есть специальный пункт составления списка нематериального культурного наследия, куда включают искусство слова, связанное с поэзией, искусство музыки, то есть все музыкальные жанры, которые народ создавал в этом отношении, от народной песни до макомов, до станы туда должны войти. Кроме того, это искусство зрелищных искусств, искусство канатокосцев, казахчев, маскарабозов, кукольников тоже должны войти в этом отношении. Искусство народного танца тоже шедевр. И все это в совокупности дает нам большое наследие, наследие, которое мы называем нематериальным культурным наследием. Специалисты говорят, что составление списков потребует около года, и они будут непрерывно пополняться. В том числе, думается, и за счет интерпретации большой песни. Кстати, Кета Шуля получила и специальный приз Совета ЮНЕСКО Азиатско-Тихоокеанской зоны. И буквально через два дня делегация Узбекистана отправится в Японию за очередным признанием народного таланта. Субтитры создавал DimaTorzok